Выставка в Ландау-центре организовалась так, что к нам позвонили представители Ландау-центра, они узнали о нашем существовании и предложили вот такой проект, необычный, интересный, выездная экспозиция, то есть часть экспозиции Software and Computer Museum на основании Ландау-центра с их инициативой и ассоциацией выпускников университета Каразина, тоже как организаторы этой выездной экспозиции выступают. Ландау-центр – это очень известная платформа Харькова, интересная, здесь собираются, собственно говоря, люди нашей, скажем, целевой аудитории, заинтересованные, специалисты, дети. Эта выставка рассчитана на всю аудиторию, которая приходит в Ландау-центр, да, то есть это и дети, это и взрослые, и студенты, и IT-специалисты из Харьковской области, сюда приезжают много организованных групп из самого Харькова, школы, специалисты, которые занимаются более глубоко компьютерными науками, может быть, IT-специалисты сюда тоже, благодаря тому, что выставка здесь есть, многие сюда именно поэтому приезжают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень много уникальных вещей, прежде всего, привлекают внимание культовые вещи. Каждый из наших экспонатов в чем-то вот уникален интересе. Многие игровые консоли легендарные, некоторые из них редко можно было встретить и на сегодняшний день очень сложно найти. Или такие вещи, которые, наоборот, все знают, и у многих были дома, а сейчас их уже нигде нет. Вот, например, Sega Mega Drive 2 или Sega Genesis, в зависимости от того, на каком рынке она выступала, вот у нас представлено, да, и различные приложения к этой приставке, CD-приложения, которые люди докупали в момент, когда они пользовались ими. Есть уникальные экспонаты как из современности, так и из, собственно говоря, истории. Вот первые хранители информации, перфокарты, многие о них только знают, видели, но вот у нас современные, скажем так, флешки, да, в те времена это были перфокарты, и как ими пользовались, мы тоже и сюда представили, и у нас в музее тоже они есть. Из интересного тоже легендарные компьютеры от Atari, да, это и игровая консоль, и компьютер все вместе, да, в зависимости от того, какие функции нужно было выполнять. Тема очень актуальна, история гаджетов, да, многих интересует, многие задаются этими вопросами, какие они были до того как, да, какие операционные системы были, какие были компьютеры, телефоны. Никогда не потеряет актуальность эти вещи, и с каждым годом она будет увеличиваться. Иногда не придают значение этому в обычной жизни, да, а вот у нас в музее обращают внимание и открывают для себя много интересного.